Просто потрясающая история, конечно, произошла с запуском робота Фёдора. Вот просто феерическая. Если бы я такое выдумывал, мне бы сказать, что перебор, конечно. Но это всё реальные новости. Так вот, если кто не в курсе, одичалые потомки Гагарина загрузили в корабль «Союз» краном через стыковочный люк, так как обычным путём робот Федя в «Союз» не влезал, загрузили собранного из китайского конструктора робота Фёдора. И, внимание, коробку тульских пряников. Я сейчас абсолютно серьёзно. Ну вот, японцы отправляют на астероид Хаябусу, израильтяне запускают первый частный луноход на ту сторону Луны, НАСА запускает Розетту на комету Чурюмова-Герасименко, Илон Маск запускает первую частную ракету и первый частный электроавтомобиль, а Роскосмос запускает 100 килограмм тульских пряников. Но зато неземной груз имеет специальный отличительный дизайн в виде самовара, стилизованного под спутник. Это цитата. Это я вам серьёзно сейчас зачитываю цитату с сайта Роскосмоса. Они запустили в космос 100 килограмм тульских пряников, стилизованных в виде самовара, стилизованного под спутник. Вот ретесь, проклятые буржуины. Как тебе такое, Илон Маск? А? Слабо? Как известно, кстати, в космосе не пишут даже карандашами. Их не используют, потому что частицы графита от грифеля, пыль, вот именно пыль вот этого пыльца, летят в фильтры и дыхательные пути и забивают их. А честно говоря, я мало могу себе представить в природе веществ, которые крошатся сильнее, сильнее, чем засохший за двое суток стиховки в космосе тульский пряник. Мне кажется, уж лучше бы они с роботом Федором отправили бы в космос сразу мешок цементной смеси, какой-нибудь тем 200. Она еще, она вот крошится вообще замечательно. Но это уже такое дополнение. Через дырочку в обшивке проветрится. Естественно, это событие распиарили как только могли. Ну а как же иначе-то? Коробку тульских пряников в космос запустить? Это вам не шо, рог в стакане. Кто еще на такое способен? Только великая космическая держава. В общем, завели роботу Федору аккаунт в Твиттере, записали клип на слова Рогозина. В этот раз не Лепса, а Рогозина. Осетинский робот Хашби встанцевал перед Рогозином лесгинку в папахе и бурке. Мы это вам показывали в прошлой передаче. Осетинского робота, правда, в папахе и бурке пришлось придерживать рукой, потому что это тоже оказался обычный китайский роботик за 2000 рублей за шана. Ну это ладно, это уже мелочи. Повесили флаг с Федей на Эльбрусе. НТВ сделала сюжет о том, что роботы Boston Dynamics заканчивают жизнь самоубийством, потому что понимают, что им не выдержать конкуренции с Федором. Это я вам на полном серьезе сейчас все пересказываю сюжеты. Ария Новости написала, что Федя скоро заменят людей на орбите. И, в общем, загрузили Федю через тыковочный люк, дали ему 100 килограмм туйских пряников, стилизованных в виде самовара, стилизованного под спутник. И случилось то, что не могло не случиться. Казалось бы, что могло пойти не так. А нет. Робот Федя взмахнул рукой, сказал, поехали. В засос поцеловал Рогозина в попку со словами «Спасибо, товарищ генеральный». Взлетел и, собственно, все. Автоматика отказала. Дистанционного управления ни с Земли, ни с МКС у Союза нет. А пристыковать вручную космический корабль к орбитальной станции коробка туйских пряников почему-то не может. Казалось бы, самовар в виде спутника. Должна же уметь. Но нет, не умеет. И вот несколько суток робот Федя болтался в космосе, истерически жрал пряники и готовился к затоплению в Тихом океане. И вот мне просто фантастически интересно, какие у них там были диалоги у этих двух искорок жизни, затерянных посреди бесконечной темной бездны. Боишь ли ты смерти, маленькая коробочка туйских пряников? Нет, загруженный краном через стыковочный люк, добрая консервная баночка, не боюсь. Ну ничего, Федя, тебя канонизируют. И тебя, маленькая коробочка туйских пряников. Ну как не канонизировать-то? Первый в мире святой равноапостольный равнобедренный самовар в виде спутника. Стратосфера терпца, я бы даже сказал. Схимники практически. Помните, был у них такой фобос-грунт, тоже с пафосом запускали. Берет теперь пробы грунта, но не на фобосе, правда, фобос это спутник Марса, а на дне Тихого океана. И корабль Прогресс там же, и шесть спутников ГЛОНАСС, и с недавнего времени теперь ракета Буревестник из Северодвинска. Никогда еще подводная космическая группировка России не обладала таким разнообразием. Черчелу надо было загружать вместо пряников. На пляже Черчелла как-то более местно. Но все обошлось, спасли Федю и маленькую коробочку туйских пряников тоже спасли. Отстыковали другой корабль «Союз» от другого стыковочного порта, перестыковали к этому. Союз с Федей перегнали к той парковке, направили к тому стыковочному порту. И там автоматика таки сработала. Сработала. Не отправился Федя в Техоокеанскую Вальгалу. И казалось бы, вроде бы все. Но нет. Тут пришла новая беда. Открывая ворота, откуда не ждали. На МКС робот Федор отказался включаться. Российский космонавт Алексей Арчинин с большим трудом смог включить человекоподобного робота Федора, который 29 августа прибыл на Международную космическую станцию. Во время переговоров с Центром управления полетами космонавт сообщил, что 10-15 раз включал и выключал кнопку электропитания на плече робота. И никакого эффекта. Может по ней молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь, никакого эффекта, сказал Арчинин. Специалисты ЦУП посоветовали ему заменить аккумуляторные батареи. Но вскоре космонавт сообщил, что робот Федя заработал. Вот он включился и даже сказал что-то. После включения робот Федор провел свой первый эксперимент в космосе. Он взял в руки дрель. Дрель на МКС. Робот Федор. Вселенная замерла в ожидании.